Мы говорили о защите семян фунгицидными, обработке фунгицидными, защите стимулирования питания. Что насчет вирусов? Эта проблема у нас возникла два сезона назад. Как будет в этом году и можно ли защитить семена от вирусных болезней? Давайте вопрос поставим немножко по-другому. Комплексная обработка семян – это один из моментов, когда есть возможность провести одно из защитных мероприятий от вирусных инфекций. Вообще, агротехцентр «Колхоз» с проявлениями вирусных инфекций столкнулся после возобновления весенней вегетации озимой пшеницы в 2019 году. Нам трудно было оценить вредоносность вирусных поражений, но тем не менее, нами были отобраны образцы совместно с Алексеем Владимировичем, отправлены в вирусную лабораторию Института фитопатологии. И оттуда были получены результаты, что на растениях озимой пшеницы присутствовали семь различных вирусов. Не могу сказать, что они присутствовали все на одном растении, но на разных растениях было определено семь различных вирусов. Совместно с сотрудниками Института фитопатологии нами был выработан так называемый антивирусный протокол, представляющий из себя систему мероприятий, позволяющих значительно снизить вероятность вирусного поражения растений и снизить экономические потери от такого поражения. Что это за фитопатология? Давайте сейчас включим. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот опять возвращаемся к теме вирусов, которая впервые всплыла у нас в 2019 году. Сегодня 4 июня 2020 года. Мы проезжали мимо поля и случайно так вот просто обратили внимание, что поле очень неравномерно выглядит. Остановились. Пришли посмотреть. Характерные признаки вирусного поражения. Сравнивать с теми растениями, которые не поразились, да, то есть уже полноценный колос. Там уже цветение прошло, все нормально. Здесь даже не все растения выколосились. По признакам, ну и по данным вирусной экспертизы прошлого года, по всем признакам здесь присутствуют какие-то карликовости. То есть то ли это карликовость пшеницы, то ли это карликовость ячменя. Вот. В чем еще здесь суть? Ну, давайте посмотрим. Вот справа это колос со здорового растения. С этого же поля. С этого же поля. Слева это колос, сорванный с растения, которое подвергло поражение вирусов. В чем еще опасность? Даже при выкалашивании существует опасность получить стерильный колос, то бишь не получить урожая. Ну, как вы видите, некоторые растения, вот, это явный признак карликовости. Карликовость, да. Они остались в стадии так называемого вечного окущения. Что здесь можно было сделать при обнаружении? Ну, провести обработку рекомендуемым препаратом, испытание которого мы провели в прошлом году. Вот. Получили очень хороший результат. То есть на ранних стадиях обработки, то есть в условиях именно этого района Ростовской области. Это конец апреля, начало мая. Вот. Урожайцы пришло, удалось бы сохранить на 100%. Я взял, не выколосилось, и вот осталось в таком состоянии. Вот. Колоса нет. Ммм. А это вот снимки прошлого года. Вы помните, Алексей Владимирович, когда нас, ребята, фермеры, взвозили в Тесчанокопском районе на поля. Вот здесь видно, значит, не все растения выколосились. Плотность стояния колосев была где-то в пределах 20-30 штук на квадратном метре. То есть об урожае там совершенно нельзя было разговаривать. В то время как фермер, который отработал по нашей рекомендации, он отработал вовремя, в первых числах мая, он сохранил свой урожай полностью на 100%. Еще по осенним обработкам дадите рекомендации? Есть определенные моменты, есть рекомендации по обработке растений азимой пшеницы после всходового периода. Возможно, более подробно Михаил Александрович расскажет. Но Михаил Александрович может рассказать только свой личный опыт. Что касается обработки уже взошедших растений после всходового периода. Во-первых, я желаю нашим всем сельхозпроизводителям это получить хорошие всходы азимных культур в этом году. Я желаю всем ассадков, я желаю всем дождя. Чтобы пшеница ушла в зиму хотя бы в первой стадии кущения. Но в связи с тем, что нас в этом году пугает очень суровой зимой, у меня есть опыт работы в фазу 2-3 листа как раз для усиления зимоморозостойкости. Это обработка различными гуматами, микроэлементами. Это существенно поднимает морозоустойчивость культур и способствует их перезимовке. Это был не опыт, это была реально производственная ситуация. Нужно было немножко подтянуть сорта краснодарские, поэтому они были обработаны. Сорта ростовской селекции чувствовали себя на тот момент вполне достойно. Но получилось так, что зима действительно была суровая. Краснодарские сорта, которые не обладают, скажем так, изначальной морозоустойчивостью, перезимовали. Сорта зимоградской селекции были серьезными повреждениями. Вот такое производство. Но это не об этом будем говорить. Нет. У меня тоже есть свой личный опыт, производственный на большой площади. Два-три листа, начало кущения. И рекомендую проводить, опять же, комплексную обработку. С какой целью? С целью увеличения коэффициента кущения, с целью, может быть, усиления корня образования, с целью повышения зимостойкости. В моем личном опыте тоже входили препараты, содержащие гуматы. Было небольшое количество азота, 10 литров касса на гектар, монокалийфосфат и биологическая составляющая. Микроэлементы, безусловно. Вот такая комплексная обработка позволила получить через короткое время очень хороший результат. Растения ушли в зиму в развитом состоянии, благополучно перезимовали. Это были посевы азимой и пшеницы по азимой. Они дали результат больше, чем в соседнем хозяйстве по парам. Владимир Анатольевич, последний вопрос уже. Вы часто проводите научно-практические семинары. Если обстановка по коронавирусу будет благоприятной, когда следующий семинар вы проведете? Как я уже говорил ранее, наши мероприятия стали уже традиционными. Следующий научно-практический семинар планируется также на февраль уже 2021 года. Если ситуация с коронавирусом более или менее стабилизируется, мы приглашаем всех производителей принять участие в нашем семинаре. Ребята, мы ждем вас на мероприятии. Пока будет тема, что будет происходить. Да, семинар будет посвящен теме возобновления вегетации азимых культур, минеральному питанию и защите растений в весенний и летний период, а также технологии выращивания яровых культур. В принципе, все то же самое, но, знаете, истина, она от повторения, она не перестает быть истиной. Наверное, сезонным углом будет. Естественно. Не знаю, какой будет погода. Естественно, с учетом конкретных условий. Конкретных результатов перезимовки и конкретно сложившихся условий на тот период. Понимаете, у нас ни один год не похож на предыдущий. Если вас заинтересовали интервью, которое брали наши коллеги из Агротехцентра «Колхоз», вы можете посмотреть их на канале Агротехцентра «Колхоз». Ссылки будут ниже под видео. Мы говорили о проведении микробиологического обследования семенного материала, растительных остатков. Очень важно, что обязательным элементом мониторинга является осеннее обследование. Если развитие посевов позволяет, со специалистом, в данном случае с Николаем Бутынковым, мы выезжаем на поля для обследования этих посевов, для отбора проб. И, собственно, этот визит является таким заделом на следующий год. То есть, с момента возобновления весенней вегетации по всем хозяйствам, где была проведена работа в течение авиационного сезона, будет сформирована некая такая окончательная фитосанитарная карта. И там, ближе к этому времени, будет проведен предварительный анализ, с чем мы уходим в зиму. И если удастся к этому частному визиту, мониторинговому визиту, присовокупить проведение, ну, если не семинара, то хотя бы такого живого в формате поля, такого обучающего, такого кейс-стадии на полях одного из хозяйств, было бы совершенно замечательно. Поделиться опытом, положить о той работе, которая была выполнена, и результатами проведенной пока еще промежуточной работы. По крайней мере, нам бы очень хотелось, чтобы такая возможность у Николая Ивановича появилась, и чтобы внешние обстоятельства не помешали этим планам. Было бы очень здорово. Алексей Владимирович, мы со своей стороны, конечно, будем очень рады видеть Николая Ивановича на полях наших партнеров. И Алексея Владимировича. Вот. И мы постараемся в этом случае организовать своего рода полевой семинар, где Николай Иванович покажет на живом материале, на что нужно обращать внимание, к каким моментам стоит относиться с особой серьезностью. И, я так понимаю, вот это обследование, вот этот мониторинг, он уже позволяет составить какое-то представление о том, с чем мы столкнемся уже по возобновлению весенней легитации. В этом объезде есть очень важный практический момент. Крупные хозяйства, холдинги, которые, как известно, закладывают бюджет именно в это время, уже могут в той или иной степени определиться затратами, ну, как минимум, на средства защиты растений. Причем это будет сделано не только в рамках бюджета, но и в рамках эффективных форм. По сути, с осени мы уже знаем, с какого рода проблемами мы столкнемся на полях. Безусловно, весенний мониторинг, условия перезимовки вносят свои коррективы. Но весной у нас очень мало времени. Но формирование антирезистентной стратегии, виды на подходы к защите формируются с осени и идеально укладываются в организационные и экономические форматы крупных компаний. Кроме того, как я сказал, весной у нас очень мало времени. Все-таки отбора простул, пересылка, проведение самого анализа, оно отнимает от 8 до 10 дней, а за это время растения будут уже. То есть во всей нашей работе существует элемент нон-стоп. Собственно, сидение дома зимой уходит лишь на то, чтобы проанализировать, что сделано в организационном сезоне и подготовиться к тем мероприятиям, подходам, которые действительно в условиях дефицита времени весны надо планировать заранее. Не только бюджет, но и технологические решения, организационные. Ребята, но с другой стороны, реальные слифоцпроизводители могут вживую пообщаться с авторитетными, не кабинетными экспертами, задать им какие-то вопросы, которые их беспокоят, и получить на это профессиональные черпающие ответы. Остается только надеяться, что условия будут благоприятны для наших планов. Владимир Александрович, Алексей Владимирович, спасибо вам большое за беседу, за советы, которые, я уверена, будут полезны нашим зрителям, фермерам, главам хозяйств. До встречи на следующем семинаре. Спасибо, что смотрели и были с нами. Благодарю, Алексей Владимирович. Вам благодарность. Я, кроме слов благодарности, хочу длиться огромной радостью, которую сегодня испытываю. Вы делали еще один шаг на таком хорошем пути, в этих непростых условиях. И особая благодарность – это цикл ХОС, идти путем правды, технологических решений и результатов. Спасибо. Спасибо. А мы должны поблагодарить Владимирский дом «Крестьянин» и гробов за предоставленную площадку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...